Слушал проповедника Илью. Такое короткое откровение получил для себя. Что когда просыпаешься, надо сперва не глаза открывать. Это тоже я себе сейчас говорю. А рот сперва открыть. И хотя бы какую-то короткую молитву. Краткую молитву. 118-й Псалом, например. Например, 118-й глава у Псалми. Наизусть. Наизусть, да гу знаешь и укаешься. А потом уже открывать глаза. И следовательно утворишь учиться. Потому что если не откроешь уста, а откроешь первые глаза. А когда не утворишь устатеси, а первые учитеси. Как-то все сразу незрачно становится. Без молитвы. Става всяко излежда серого, без молитвы. Открыл глаза и говоришь так. Отворишь четыре раза это. А что так-то? Да все не так, да? Псечку не как-то требовало. А вот после молитвы уже начинаешь замечать какие-то уже хорошие, сразу позитивные вещи. А след молитвы, тогда вече заплачиваешь, да забелязываешь, да забелязываешь около себе себе позитивные, добрые места. Это лично мне такое обличение пришло. Это шокот обличение за мен. Потому что я тоже иногда так куда-то тянусь. Еще с закрытыми глазами уже там что-то начинаешь искать. Я поделюсь сегодня коротким словом. Что я споделюсь с вас кратким словом? Да, это с переводом. А потом уже будем переходить к Евхаристии. И следует ваше демонное причастие. Мое короткое слово – это мой личный Иордан. Это такое свидетельство. Мы знаем, что такое Иордан. Есть такая река в Израиле. И когда-то Израиль, как народ, он прошел через эту реку, чтобы войти куда. Мы сегодня пели «В землю обетования». И вы знаете, вот я в Турции получил такое откровение. О том, что лично мой Иордан. Это было когда-то в 1991 году. Это несомненно была нагорная проповедь Иисус Христа. Как я вошел в обетованную землю? Как я вошел в обетованную землю? У меня было очень мощное препятствие. Когда я пришел в церковь, я не мог простить одного человека. Вот всех простил. Одного человека, вот не могу простить и все. А один человек не мог простить и не мог ничего донаправить. Ну, даже не буду говорить, потому что периодически я эту тему поднимаю. Кто это человек? Ну, когда я простил всех. А одного человека не смог простить? Ну, тогда Бог мне и ответил. Ну, тогда ты не сможешь. Ты не сможешь пройти через Иордан. И ты не сможешь войти в землю обетования. Потому что в Слове Иисуса Христа сказано. Это нагорная проповедь. Евангелие от Матфея. Начиная с пятой главы. Что там написано? Прощайте. Прощайте. И прощины будете. И ще будете простени. А если вы не прощаете. Ако не прощавате. То и вам не будет прощено. И тогда няма да е простено на вас. Не судите. Не осуждайте. Да несудимо будете. И няма да сте усыдени. Не осуждайте. Не осуждайте. Не осуждайте. И не будете осуждени. И няма да сте усыдени. И точно таким судом, каким судите вы. И точно с този суд, с който усыждате и вие. Вот точно таким же судом. Буду судить и вас. Слышите? Помните, да, эти слова? Кто-то должен сделать вывод. Вот я сегодня сужу какого-то человека. И по този начин подписываю приговор за себе си. Точно так же. Я хочу, чтобы судили меня. Ты говоришь про себя. Пощады от этого человека нет. Пощады этим людям не будет. Ты точно в этот же момент подписал себе приговор. Тебе пощады тоже не будет. Понимаете? Это Евангелие. И оно верно. И это есть истина. Потому что так сказал Иисус Христос Спаситель. За что тут такая казалось Иисус Христос Спасителя? Ну, другие места говорят, но милость превозносится над судом. Другие места пишут, что милость превозносится над судом. И вот в тот момент, когда я просил этого человека, я реально пережил именно в этот момент, когда был прощен последний человек в моей жизни, который просто я ненавидел его когда-то. Я просил его. И любовь вошла в мое сердце. И в этот момент, именно в этот момент, Бог простил меня. И провел меня. Воды Иордана раступились. Иисус ударил просто милостью своей. И вода разошлась. Милость. Одежда, дрехи. А, просто со своей дрехи. Да. И я спокойно зашел в обетованную землю. Так я прошел свой личный Иордан когда-то. Но это еще не все. Потому что это только начало. Очень важно простить. И очень важно прощать. То, что написано. Петр подходит к Иисусу. А сколько раз прощать брату моему? До семи или раз. И что Иисус Христос ему отвечал? Семьдесят раз по семь. На современном языке. Четыреста девяносто раз. Четыреста девяносто пыти. Прощай брату своему. Простай, братцы. Ну, думаю, сестре, наверное, раз в десять больше. Можете, сестра-то десять пыти поводчем? Жене. На жената. Да простит меня моя личная супруга. Да ми простима, это супруга. Ну, это уже, знаете, освоение обетованной земли. Твоя веща в своя ванту на обштанта земля. Что такое обетованная земля? Каквоя обштанта земля? Это земля обетования. Твоя земля на обштанте. Где молоко и мед. Это земля счастья. Поэтому и произносит Иисус Христос. Какие заповеди? Затова Иисус Христос. Какие заповеди казалось? Нагорная проповедь. Планинская проповедь. Это заповеди блаженства. Твоя заповеди на блаженство. Аминь или не аминь? Блаженны вы. Блажене стиви. Когда вас будут всячески гнать за имя мое и ненавидеть. Когато ви гонят за моето имя и ви мразят. Блаженны нищие духом. Блаженны са бедни и по духам. Ибо таковых есть Царство Божие. Защото за тях има Божието Царство. Знаете, это мое первое откровение было. Това моето первое откровение. Одно из первых. Я думал, в чем блаженство нищего? Какое блаженство на беднее? Знаете, и Бог мне показал действительно нищего. И Бог мне показал на истинно беден. На пыльной дороге. На прахен пот. Весь вот в таких вот в рванье буквально. В скыслении дрехи. Голодный. Гладен. Грязный. Мресен. Нищий. Беден. Ничего нет. Нямо нищего. Поесть нечего. Нямо как вода еды. И вот он спротянут его от этой дрожащей рукой. Жажда. Алканье. Дайте мне. Потому что если вы сейчас мне не дадите. Я могу реально умереть. Просто от истощения. Я увидел себя тогда в 91 году. У меня была такая жажда. Знаете. Может ли Бог не дать. Когда у тебя есть такая жажда. Поэтому так и написано. Блаженны нищие. Блаженны с бедными. С духом. Вот духом. Мы постоянно. Вот эта бездна. Которая просто попрошает бездну богатства. Бездна моей нищеты. Бездна моей жажды. На моё жадование. Постоянно вот так. Просто вот так. Вопияет. Постоянно. Вика. Вика. Да. И так и написано. Така пища. Что если сын будет просить хлеба. Разве Бог подаст ему камень? Человеку сенот молит за хлеб. Дали Бог, что ему дадай камок. И освоение обетованной земли. Освоение обетованной земли. Это вот и есть исполнение заповедей блаженства. Я чуть-чуть вначале не договорил мысль. Что самую функцию, которую сейчас несет наша церковь. Это миссия миротворничества. И это тоже заповедь блаженства. Твоя заповедь на блаженство то. Потому что Иисус Христос говорит. За что-то Иисус Христос сказал. Блаженны миротворцы. Блаженны с какой-то миротворцы ты. Ибо будут наречены сынами Божьими. За что-то те, что будут наречены, которые Божьи и сыновы. Знаете, то, что в нашем зале, в нашей церкви сидят русские и украинцы сидят вместе. Тва, чего в нашей церкви, украинцы и русские сидят заодно. Хочу сказать, кто может это сделать? Человек это не может сделать. Это сверхъестественное чудо. Это дух миротворничества. Это дух Христов. Потому что Иисус есть любовь. Ну, знаете, и по сей день для меня. Вот я завоювал какие-то земли. Вот, кого-то благословил. Благословил сам някой. Кто меня проклял когда-то. Кого-то перестал осуждать. Спрях да осуждам някой. Кто меня продолжает осуждать. Кого-то продолжав да меня осуждава. Кого-то перестал судить. Да спрях някой да съдя. Кому-то сделал хороший подарок. На някой направих добры подарок. Потому что так Иисус говорит. За что-то така, как иисус. Будьте благотворительны. Благотворить тем, кто гонит вас и недавидит вас. Благотворите тези, кои-то вы гонят. Но самая высокая вершина. Но най-высокая враг. Это, конечно, для меня и по сей день. И за мене до днешния ден. Это возлюби врага своего. Да обичаш своя враг. Узнаете, все вот эти заповеди. Всичките тези заповеди. Они для нас людей. Те са за нас хората. Я скажу, может быть, для кого-то это будет откровение. Може быть, за някой, что это будет откровение. Они для нас неисполнимы. Мы не можем их исполнить Своими человеческими силами. Это невозможно. Но что мы можем? Написано, человеку это невозможно. Но Богу все возможно. Мы исполняем их силой Божьей. Не исполняем их через Божьей это силой. И силой Святого Духа. И через силу это насвятие Духа. И поэтому это заповеди блаженства. И за то, что у вас заповеди на блаженство. Когда мы с Богом вместе. Когда мы с Богом вместе. Тогда эти заповеди становятся реальными. Тогда это говорит о том, что ты уже перешел Иордан. Ты уже простил. Ты уже благословляешь. Не проклинаешь, благословляешь. Ты любишь ненавидящих. Ты ненавидишь даже своих врагов. Ты любишь даже своих врагов. Вот плотяжка. Вот она, представляете? Вот так. Только вот бодрство. Потому что плот написано. Постоянно противится Духу. Только глаза закрыл. Раз и вылетел. Но Дух бодр. Да. Я думаю, что Оксана замолчала? Молодец. Слава Богу. Аллилуйя. Поэтому может быть кто-то сегодня тоже переходит. Свой Иордан. Зато вам может быть няку сагаменого свой Иордан. И только входит в обитованную землю. И так мы влезли в оба штана на тазимя. И вот в правой руке меч, да? В дясно тарка и меч. Который есть Слово Божие. Кое-то и Божие это Слово. Очень важно научиться им пользоваться. Много важно да се научим да го используем. А для этого надо углубиться в Писание. Затова трябва да се задолбочим во Писание. Овладеть мечом. Да овладеем този меч. Щитом веры, да? И да овладеем щит на вера. Шлем спасения, да? Шлем на спасение. Броня праведности. Броня на праведность. И вот эти чресла припоясаны истинной. И да имаме пояс на истина. О чем сегодня Илья проповедовал. И обувь готовности благовествовать этот мир. Давайте мы коротко за это помолимся. Если у кого-то сегодня есть вот это, знаете, вот откровение, какой-то, может быть, инсайт о том, что я, может быть, еще стою по другую сторону Иордана. Может быть, я только перешел Иордан. Может быть, я вот только осваиваю какую-то землю. Может быть, сам ему усвояла мягко земля. Моя мысль сегодня correspondence да вам. Моя мысль сегодня е withdrawnести до вас. Мой там мысль, которое я искам да ви донесу. О том, что Иордан очень важно преодолеть. Много важно да пременим Иордан. И как он преодолевается сегодня христианами. И как се преодолевает от христиан breakup. Как осваивается обитованная земля. Как се освоява обеспеченна земя. Как стать действительно реально счастливым человеком. Как да станем истински счастлив человек. И мысль такая, что нам, людям, это невозможно. Но нам именно для этого доносило Святого Духа. И тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. И если с нами Бог, то кто против нас? Иисус, Он уже победил. И нам очень важно войти в Его победу. И много важно, не до влезем в Него-то победа. Давайте мы так же коротко помолимся. Господь, помоги нам, пожалуйста. Кому-то перейти через Иордан. Кого-то простить. Представьте себе этого человека. Которого вы по каким-то причинам, неважно каким. Не можете. И говорите, этого человека я никогда не прощу. Но осознайте. Что вы обрекаете себя. На непрощение Богом. Простите себя. И кто-то реально себя простить не может. Но Бог не желает смерти грешника, написано. Бог желает привести всех к покаянию. И всех желает ввести в обетованную землю. Помоги мне, Господи, освоить землю обетования. Силою Твоей. Твоей премудростью. Твоей любовью. Помоги мне исполнить все заповеди блаженства. Помоги мне, да исполнив все заповеди на блаженство. Потому что ты не говоришь только одну какую-то заповедь. Этих заповедей много. Это земли. Обетованной земли. Территории. Которые мне надо освоить. Смело войти в них. И одержать там полную победу. Чтобы моя жизнь была. Жизнью с избытком. Чтобы я был. Постоянно. Счастливым человеком. Блаженным человеком. Постоянно исполняющим. Заповеди блаженства. Спасибо тебе, дорогой Господь. За мой личный Иордан. За мой личный переход через Иордан. И за мою личную победу. Победы. В обетованной земле. Во имя Иисуса Христа. Молились. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Кто-то получил откровение какое-то сегодня. Кому-то Господь говорит. Да. Дальше я уже без перевода. Мы переходим. К трапезе Господней. Знаете, я давно не проповедовал по 13 главе первое послание Коринфянам. А это очень важная глава. И это слово будет перед причастием. Раньше, помню, в 92 году пастырь нас буквально заставлял. Мы вывешивали такую большую таблицу. И вся церковь, все участвовали. Мы подписывали свои фамилии, имена. И там отмечали, что кто выучил 13 главу первое послание Коринфянам. Вот я выучил, я выучил, я выучил. И вот так примерно там 50-60 человек учили. Потом по очереди выходили. И наизусть эту главу читали. А сегодня я прочту 12 глава с 27 стиха, чтобы напомнить напоминанием, возбудить в вас здравый смысл, в том числе и в себе. И вы, тело Христово, опорзень члены. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силу чудодейственной, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? И последний стих, он уникальный. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Как-то Кэтрин Кульман, одна из моих любимых проповедниц, говорила, ко мне подходят люди, а у нее была такая очень живая, харизматическая церковь, и говорят, вот, сестра Кульман, у нас, мы так молились, мы ревновали, и Бог нам дал все дары. Я вот имею, и вот там сестра подходит, говорит, я имею все дары Святого Духа. И перечисляет вот так, вот так. Могу истолковывать, у меня дар, слово знания, слово пророчества, чудеса происходят, исцеление происходит, освобождение, управление, все, все дары. Брат подходит чуть попозже, вот, сестра Кульман, слава Богу за вас, вот на ваших услужениях, Бог вот так вот открыл, и у меня проявление всех даров Святого Духа. И опять начинаю перечислять, что вот так, вот так, вот так, вот со всех сторон. И вот Кэтрин Кульман, отвечая вот так, на чьи-то вопросы, она объясняла, вы знаете, может быть, это совсем не важно, что ты имеешь все дары, и я бы не стал этим даже хвалиться, потому что в моей жизни просто, лично, что для меня очень важно, что мне открыто о том, что я полностью и целиком посвящена Духу Святому, и я собой не владею. И то, что происходит на моих служениях, это не Кульман делает, это делает Святой Дух. Я всю славу воздаю Святого Духа. Забудьте про это имя, Кэтрин Кульман, потому что я служу моему жениху, он мой творец, это Иисус Христос, он через меня делает. Если что-то произошло на служение, сразу же возносите славу Иисуса, потому что это не Кэтрин Кульман, это Иисус Христос, это сила Святого Духа. Скажи аминь. И вы знаете, вот здесь апостол Павел, он говорит, если хотите получить дар еще более прекраснейший, превосходнейший, и начинается 13 глава. И Павел показывает нам, что это за превосходнейший путь. Как вы думаете, что это за путь такой? Это любовь. И вся 13 глава, и я ее прочитаю, не поленюсь, потому что Слово Божие говорит лучше нас, человеков, правда? Потому что оно было написано Святым Духом. 13 глава с 1 стиха. Она звучит просто поэтично. Пусть это не поэзия, в чистом виде, но она просто дарит какие-то нам цветы в Духе. Я чувствую аромат каких-то прекрасных цветов. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, я любви не имею, что я, медь звенящая, леки мол звучащие. Вот дары Святого Духа. Дар иных языков или дары столкования. Ну вот просто без любви это просто вот какой-то звон. Понимаете, да? Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, я ничто. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое, на сожжение любви не имея, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает всему, верит всему, надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Ибо мы и отчести знаем, и отчести пророчествуем. Когда же она станет совершенная, тогда то, что отчести прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Оставил младенческое. Теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчести, а тогда познаю, подобно, как я опознан. А теперь пребывают сие три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Можете сказать на это «Аминь»? Какая прекрасная глава, правда? Я вот сегодня, почему эту главу выбрал, или почему эти места 12-13 глава 1-го послания к Коринфянам перед трапезой Господней. Потому что, вы знаете, я бы хотел просто сегодня, чтобы мы пережили силу в крови Христа, потому что это пролитая кровь за нас. Почему Иисус это сделал? Потому что Он любил. Я не думаю, что можно найти какую-то другую мотивацию к тому, что сделал Иисус Христос. Это только любовь. Любовь к человеку, любовь ко всему человечеству. Апостол Павел здесь в конце пишет о том, что «чтобы и мне познать, как я был познан». Иисус Христос нас познал через любовь. Он в том плане, что так сильно возлюбил человека, каждого человека в отдельности. Он нас любит тотально, всепоглощающий. Его любовь, она не может не достигнуть. Она не может не быть взаимной. О том, что... Когда я просто познал любовь Христа, его мотивацию, его силу, его любви, я понял о том, что такая любовь, она не может просто быть безответной. Правда, да? Ну, хочется любить ответ на так. Ну, я хочу сказать, опять же, мы как люди, ну, в этом отношении очень ограничены. О том, что наша любовь, ну, вот, Господи, верю, Господи, да? Помоги моему не верю. Да, примерно так вот можно сказать. Люблю, Господи, помоги моей на самом деле. Вот какой-то вот... Это же подобие только любви. Позволь, чтобы твоя любовь, она проходила через меня. И вы знаете, вот просто посланникам Петрисянам, там тоже говорится о том, что вот тайна, тайна великое благочестие, да, о том, что вот Бог... Вот. И там выписывается вот это место о том, что муж и жена, да, это одноплоть. Я говорю сейчас по отношению к церкви и к Иисусу Христу. О том, что как муж и жена одноплоть, так и церковь, и жених наш Иисус Христос. Мы представляем одно единое целое. Иисус Христос наша глава, мы, церковь, есть тело Его. И по нас, призванная к тому, циркулирует Его кровь, не наша кровь, драгоценная кровь Христова. Знаете, вот просто... Когда мы движемся в каком-то направлении одном, о том, что вот муж и жена, да, они знакомятся, они когда-то просто были влюбленными, да, вот жених и невеста, вот они начали просто ухаживать, какой-то процесс ухаживания, да, потом женились, вышли замуж, вот, и потом они уже, ну как, стали одной единой плоти, потому что, ну как, брачная ночь, ну вы все понимаете, да, это процесс, он назван кровосмешением, то есть у двух становится одна кровь, ну в том плане, в том... Ну это одна единая система. Можно так привести вот такой прообраз о том, что когда мы только входим в тело Христова, в каком-то одном стремлении, вы знаете, это не происходит автоматически, то есть вот не происходит автоматически, что в тот момент, когда я сказал, что я христианин, я стал христианином. Это процесс. И вы знаете, это процесс, который происходит в действии, не в слове даже, а в действии. Поэтому написано, что блаженный, не слушающий, а исполняющий слово его. О том, что, вы знаете, вот просто вот я вчера... А, со мной произошло какое-то что-то невероятное. Позавчера ночью я проснулся и вспомнил, что вдруг вспоминаю о том, что у меня же были друзья, у меня же были старые друзья, у нас был большой такой мальчичник, вот, и мы дружили, мы ходили везде вместе, мы были как одно единое целое. И начинаю вспоминать то, что в тот момент, когда я уверовал, мы как-то разделились на два лагеря, за мной кто-то пошел, кто-то... Я стал ходить в церковь Грейс, благодать, кто-то пошел к адвентистам седьмого дня, Вовка Чеглинца потом уверовал, стал ходить, он очень хорошо играл на трубе в церковь Агапы. Вот, трое человек уверовало, и мы как бы так общались друг с другом, а другие как бы вот так от нас отпали, потому что они... Нам этот Бог не нужен. Ну, тогда это было непопулярно, девяносто первый год, девяносто второй год. О, никто не верит в Бога, о том, о чем вы смешите людей, ну, мы даже знаться с вами не хотим. Вот, и как бы так общение прекратилось. Но я вспомнил одного человека, которого бы мне захотелось найти, общение давно прекратилось, но мне и захотелось его найти. Потому что других я как-то нашел, поговорил, там перемен нет, как бы пытался им проповедовать, но не принимают люди. Ну, я же не буду там насильный, не заставишь. А тут вот начал искать этого человека, он украинец, кстати, по национальности, его фамилия Мехадюк. Вот, когда-то дрались вместе, потому что мы хулиганистами были, пацанами, он был хороший боксер, я был хороший дзюдоист, каратист, и мы всех там валили, там, ну, били, короче, там, и нам это нравилось. Вот, и... Ну, мы тогда ни в кого не верили, да, и как-то вот у нас была сплоченность такая, ну, то есть мы думали, как вот были единомысленны во всем, ну, вот этого побьем, побьем, вот их прибьем, прибьем, да, вот накажем, накажем, все, пошли, пошли, и там, и вот так вот. Вот такое братство такое было. И вот, знаете, начинаю его искать. В гугл копался там что-то, где-то потом раз еле-еле нашел, что он там только есть в однокашниках. Ну, вот, ладно, пришлось ради него входить в одноклассник, и регистрироваться в одноклассника, потому что я там никогда не был, ну, был когда-то, я уже не помню, Вот, и там раз, вот так, хоп, вошел в одноклассники и нашел его. И Вовка, привет, как дела? Ты помнишь? Ну, конечно, помнишь, там, вот, мы тогда, вот, там-то, вот, и просто, я помню, твоих родителей всегда их с благодарностью вспоминают, там, вот, дятенья, там, помню, такую баню нам срубил без единого гвоздя, так, по-украински, по-черному, там, просто плеснешь, и уши сворачиваются в трубку, все на пол, вот так, и это такое приключение, потом выбежишь, там, бак холодной водой, там, зимой в снег, в сугроб закопаешься, вот, и просто, такие воспоминания, вот, маму помню, она, тетя Тамара, там, работала на вокзале парикмахерской, я ходил к ней встретиться, вот, столько воспоминаю, сестру твою помню, вот, какой ты вот такой классный пацан на фотках, у тебя дочка уже, вот, внучка уже родилась, вот, и вот, как-то, и свои фотки сбросил, и жду, и тишина, ну, понятно, что он, пока он там прочитает, видно, что не прочитал, там, день прошел, Ну, и вот, раз, это буквально вчера произошло, выходит на связь, и сразу звонит мне, и, вы знаете, какая-то встреча была, просто потрясающая, там, разговор, он такой радостный, такой счастливый, Генка, привет, слушай, как, где ты был, там, что, вот, как, я вот там, что-то, пытался себя искать, а я, там, ну, просто, ну, вот, там, не в тех, как говорится, соцсетях, в разных сетях мы, да, он в одних, я в других, и мы не можем друг друга найти. И вот такая радостная встреча, общение, он меня приглашает, он живет в Белоруссии, 100 километров от Минска, приглашает к себе, говорит, найдем, где вам жить, баньку приготовим, там, вот, банька хорошая, там, туда сходим. У меня есть связи, я езжу к теть Маше, это мать нашего одноклассника, который погиб во Владивостоке в армии, вот, он был тогда, в 16 лет он уже стал мастером спорта по тяжелой атлетике, невероятный талантище, в 18 лет он уже был международным мастером спорта, выступал на заниманиях, ему пророчили великое будущее, ну, вот, это был мощный такой парень, мощная генетика, и вот он во Владивостоке залез в какой-то колодец, у нас было что-то там, авария случилась, и он там был очень сильный, крутанул какой-то, вентили, там, горячая вода, пар, вот, ну, кипяток, там, и он не успел вылезти из этого колодца, и просто потом он погиб от ожогов, вот, и просто вот какое-то вот такое общение, много чего общего, он там, он меня зовет к себе, я его к себе, да, приезжаю в Варну, мы тоже здесь найдем, там, где, что, сходим, вот, такое общение, все, вот, просто вот, счастье, счастье, вот, ну, просто вот, потом положили трубки, у меня, знаете, такое, какое-то возбуждение возникло, там, мне что-то такая сила, все эти воспоминания, там, как мы дрались, как мы побеждали, как мы там, вот, всех валили, да, и я что-то там, у меня там гантели, я там, давай гантели эти поднимать, там, короче, там, вот, штангу там взял, там, что-то вот, это, тренажер прездовый прокачивать, короче, и сразу чувствую, что я как-то раз-так, как-то так потянулся, думаю, что это такое вообще со мной происходит, да, я готовлю встречи, точно, потому что, наверняка там что-то, как говорится, по слову там придется, как они, слово толкует, да, православный храм пришел, один на батюшку наехал, а тот оказался бывшим мастером спорта, и ему как двинет, вот, и тот в угол улетел, а какая-то прихожанка зашла, ой, а что тут происходит, а ей там бабушка говорит, тихо-тихо, они там слово толкуют, это я оттуда, и я вот вспомнил вчера, что, вы знаете, вот, когда, когда вот прокачиваешь какой-то мускул, вот, ну, бицепс качаешь, вот, и чтобы бицепс вырос, нужно каждый раз, вот, делать такие усилия, ну, например, вчера я мог еще поднять, например, там, гантелью, там, 20 килограмм, я мог, там, например, ее 6 раз только поднять, а сегодня мне надо поднять ее 7 или 8 раз, чтобы сделать больше, а завтра мне надо ее 10 раз поднять, и вот это, чтобы потом рука не двигалась, вы знаете, мы когда качались, я после прокачки очень хорошей, я не мог кушать, ну, то есть, вот, ложку несешь, бицепс перекачал, и вот, и вот так, и не можешь ее, ну, в рот засунуть, потому что бицепс большой стал, вот, и... такие бицепсы, но это правда, я ничего не придумаю, да, вот, и я понимаю, что, я почему сейчас об этом говорю, потому что, когда прокачивают какой-то мускул, если хорошо его грамотно прокачиваешь, то фибрилы, вот, на мелком, таком, молекулярном уровне, они должны порваться, иначе мускул не вырастет, ну, то есть, надо его так качать, чтобы была такая перенагрузка, чтобы там капиллярки, там, полупались, фибрилы вот эти полупались, тогда мускул становится больше, потом, следующее, когда ты опять его будешь прокачивать, тебе опять надо это сделать, и так ты станешь, ну, шварценеггером, да, постепенно, вот, вот, и я уже заканчиваю, просто видите, мы всегда подходим к крови, когда мы действуем согласованно в одном направлении, у нас очень есть мощная цель, и мы прилагаем к этому колоссальные услуги, то всегда идет прилив, очень мощный прилив, такой, знаете, здоровой, свежей крови, я вот сегодня про это, о том, что если мы любим Иисуса Христа, то мы призваны исполнять Его заповеди, заповеди блаженства, и когда мы их исполняем, а не просто слушатели забытчивые, как написано, когда мы исполняем, тогда к нам приливает Его драгоценная кровь, я призываю вас к исполнению, о том, что, ну, просто посидеть в зале, да, раз в неделю, это, это не подвиг, это вообще ни о чем, это просто, Библия называет о том, что просто послушали, там, и забыли, слушатели забывчивые, но блаженны исполняющие, я вот сегодня об этом, о том, что просто, вот сегодня выйдите, да, с этого собрания, там, даже сразу после собрания, обнимите кого-то, да, помолитесь за кого-то, ну, написано, молитесь за обижающих вас, кто-то меня обидел, помолитесь, пока, просто вот это, не отпустит ситуацию, пока мир в сердце не придет, пока любовь не придет к этому человеку, так что захочется его вот так вот сильно обнять, аминь, да, кого-то благословить, кого-то вот просто вот так, просто так сильно возлюбить, пусть, может быть, он раньше был мне врагом, но теперь мне уже не враг, потому что Бог нас всех любит, когда смотришь на все глазами Христа, то, вы знаете, просто милость приходит, милость приходит, которая превозносится над всяким судом, давайте мы войдем в обитованную землю все и захватим эту землю через заповеди блаженства, через любовь, потому что наш Бог есть любовь, аминь, аминь, я хотел попросить сегодня также помочь пастор Роман, пастор Андрей, пожалуйста, выходите.